Церковь Англии еще раз подтвердила неофициальный статус самой либеральной из всех христианских конфессий, разрешив рукополагать в епископы священников-гомосексуалистов, решение которого геи добивались много лет, приняла Палата епископов. Консерваторы, правда, тут же пообещали оспорить его в Генеральном Синоде Церкви. Словесные баталии, судя по всему, будут нешуточными. Павел Матвеев изучил тему. Новый архиепископ Кентерберийский едва успел стать главным священником Англиканской Церкви, а уже вписал свое имя, Джастин Уэлби, 56 лет, в историю. Про бывшего нефтяника, выпускника Итана и Кембриджа, говорили, что он слабый, зависимый и выступает против однополых браков. И надо же, при нем Палата епископов тут же, в пользу деев, приняла решение по вопросу давно терзавшему общества. Терзания, конечно, не закончились. Традиционалисты уже заявили, что решение оспорят, как только Синод соберется на съезд. Консерваторы, что внутри церкви, что в обществе, примут это решение тяжело. Лично мне трудно понять, почему. Геи-священники не делают ничего противозаконного, а то, с кем они живут, должно мало интересовать паству. Речь ведь не идет об однополых браках. Об однополых браках речи действительно нет. Представители духовенства с нетрадиционной ориентацией будут рукополагать в епископы только при том условии, что они примут обет безбрачия. Но нельзя сказать, что эта оговорка сняла все вопросы. Ранее геям уже разрешили становиться священниками. Речь не о епископах, а о служителях культа рангом пониже. Тоже при условии безбрачия, а еще раскаяния в своей гомосексуальности. Время показало, что каяться они как-то не спешат. Палата епископов выпустила рекомендации для священников не вступать в браки, если они живут в однополых союзах. Но это предписание нарушается повсеместно. Священники то и дело предстают перед Генеральным Синодом и заявляют, что происходящее в их спальнях никого не касается. Что ж, значит все хорошо у церкви Англии, раз ее так сильно беспокоят такие вопросы, скажет обыватель за пределами Альбиона, но будет прав лишь частично. Проблема священников геев волнует англикан всерьез и много лет. Еще в 2003 разыгралась церковная гей-драма вокруг некоего Джеффри Джона. Гомосексуалиста, не скрывавшего своей ориентации, избрали епископом города Рейдинг. Но тогда воздух времени был не настолько пропитан толерантностью. Скандал едва не привел чуть ли не к расколу церкви. Консервативное крыло епископата разразилось такими проклятиями, что Джону пришлось от должности отказаться. А два года назад он был кандидатом в епископы, но и тогда пролетел мимо должности из-за сексуальной ориентации. Будет ли у него третий шанс, теперь решит Синод, видимо уже раз и навсегда. Павел Матвеев, Олег Даймер, НТВ